всем привет с вами юля и сегодня я хочу поговорить с вами о моей работе от фирмы золотое руно на крылечке напомню что данную работу я вышиваю совместном проекте мои любимые коты 2 вся информация будет в инфобоксе недавно мы с вами подвели итоги 2019 года ворвались уже в 2020 год так быстро летит время и подводя итоги я решила что я хочу работать на результат и первая работа которую я поставил на завершение в этом году это именно вот эта работа поэтому я хочу сделать такое видео точнее я буду делать включение и показывать вам как продвигается мой процесс сегодня у меня какое сегодня нас число у нас 5 января до 5 января на данный момент у меня не завершён вот этот небольшой участок где нужно вышить около 600 крестиков и я буду перематывать потом основу переключаться на следующие листы и схемы я полностью вот видите поле не вывела уже работу у меня останется ровно два листа схемы я несколько раз пыталась сделать такое видео с включениями чтобы показывать как идет процесс как у меня что отшивается какие впечатления но вот как только я снимаю первую часть потом у меня что-то происходит на работе либо в жизни что мне нужно отвлечься заняться именно жизненными делами и вот не получается абсолютно делать такие видео я надеюсь что в этот раз у меня все получится я вот снимаю это начало и надеюсь что каждые два дня я буду делать включение и показывать как растет работа до 20 января я хочу вышить лист схемы чтобы отчитаться в отчете нас отчет по 20 число мы потом я продолжу опять же работать с этой вышивкой работать над заключительным листом схемы чтобы до 20 февраля эта работа была у меня завершена то что вы видите это 4 листа схемы вышит а ну конечно не полностью вы видите сейчас работа она подкручена там спрятано много как видите работа очень яркая сочная интересная и меня радует то что если я успею я надеюсь на то что у меня все получится то работа будет готова к весне и вот представляете после зимы и ожидания весны вот этого солнышка солнечных лучей звона птичек их пение да и мне будет готова эта работа это будет очень прелестно это будет очень классно главное главное не отклоняться от планов и так хочу показать вам мою организацию организация по-прежнему у меня находится вот в такой коробочке до формате а4 большая такая коробка с очень блудного картона она сделана и она открывается как книжечка очень очень удобно для организации процесса здесь у меня находятся мои органайзеры которые я покупала на алиэкспресс честно сказать я расстроена этими органайзерами потому что ну не то что качество плохое нет просто для меня они неудобны я когда беру ниточку вот из пасм очки подцепляю иголочка мне обязательно выскакивает вся пасма и процессе когда я работаю у меня этот органайзер становится таким мохнатым мохнатым пасмы все торчат тут же куча иголок с нитками ну в общем как-то неудобно и постоянно нужны поправлять эти ниточки заправлять приводить в порядок ну в общем конечно красивая приятная вещь но не очень практично как для меня потому что я не люблю постоянно поправлять ниточки не знаю может быть я неправильно и пользуюсь пишите ваше мнение как вам нравится такие органайзеры ваш опыт или не нравится или у вас такая же проблема мне будет очень интересно а у меня здесь два органайзера потому что здесь у меня практически сколько 50 значков по моему дополню 50 значков они на 25 эти органайзеры не полностью заполненные на 50 значков практически у меня идет эта работа цветов здесь конечно много и бленды есть и полукрест есть вот что по ниточкам пока вот то что я размещала на мои органайзеры здесь ниточки еще есть нужно видите на этом органайзеры они уже такие пасмочки худенькие заканчиваются здесь ниточки такие лохматенькие но это всегда так на любом в любом процессе к концу работы эти пасмы становятся такими лохматенькими это понятно так здесь у меня что здесь у меня побольше ниточек тоже лохматенькие вот так вот мой лист с разбивкой по фрагментам будут переключаться скоро на первый фрагмент ох жду этого момента скорее бы скорее перемотать основы приступить уже к завершающим этапом здесь мои листы схемы фрагмент в кадром если помещается это как два листа а4 но здесь очень крупная схема очень крупная простая много полукреста и я на это надеюсь надеюсь на полукрест то что процесс пойдет побыстрее принципе там где полукрест процесс идет конечно же быстрее здесь схемы инструкции хочу показать вам то что у меня еще есть из ниточек на планшет как не все ниточки у меня перевешены на мои органайзеры у меня еще ниточки есть и на планшетках так вот посмотрите еще очень-очень много ниточек у меня хранится я думаю мне всего должно хватить например на я так себе представляю по объему и плюс еще останется маленький небольшой такой запас но я так думаю так здесь у меня схема которую я уже отшила на всякий случай вдруг запутаюсь или что-то забуду есть схема такая моя организация ну что я иду вышивать и мы с вами встретимся через пару дней я вам покажу какие у меня продвижение какой у меня прогресс сегодня 7 января всех поздравляю с рождеством христовым мы греции отмечаем 25 декабря но я знаю что в россии украине отмечают 27 января всех поздравляю с этим светлым праздником но у меня включение я сделала небольшой прогресс и хочу показать вам что у меня происходит с моей работой на крылья очки вы видите сейчас итоговую картинку и вы видите где я сейчас вышиваю я думаю вам сразу заметен результат как у меня хороший прогресс за несколько дней стараюсь работа над этой работой и по схеме у меня примерно одна треть выше то нет ни одна треть примерно одна четвертая тут еще до всего листа всего фрагмента схемы мне вышивать очень много но у меня сейчас такой ракурс что не могу вам показать всего объема потому что находится все в рабочем состоянии схема приколота поставила вам картинку чтобы вы могли посмотреть какому результату прекрасному я стремлюсь и мне кажется у меня получается еще даже лучше и сочнее ярче и интереснее с этой работой мы с вами я с вами повышевала и отвечала вопросы на вопросы тега вот буду еще один тег снимать ну и до 20 января не нужно вышить лист этот лист у меня вот будет захватывать также голоду голову кота здесь будет рыжий год вот и дальше идти вверх то есть видите вот такой вот участок огромный мне еще нужно вышить а я пока нахожусь вот здесь на веточке и подобралась к сочным яблоком надеюсь в следующем включении мы с вами будем любоваться это этой красотой так но я пойду вышивать и увидимся с вами в следующем включении новое включение сегодня 11 января суббота и я хочу показать вам как продвинулась моя работа как видите я могу с гордостью показать вам наконец-то вот эти вот сочные наливные яблочки которые здесь у меня появились я вывела мою работу по третий угол левый верхний уголок хотя здесь уголок еще закрыть совсем чуть-чуть буквально 200 крестиков полукрестиков вышито но тем не менее он уже обозначился вот по эту линию у меня уже будет это верхняя граница вот небольшой участок мне не удалось завершить не хватило времени неделя оказалась такая неоднозначная не все вечера были свободные но тем не менее я вышивала снимала теги и эта работа продвигалась и очень приятно мне сейчас любоваться этим итогом и очень приятно прикасаться крестиком полукрестиком не так и манят к себе чтобы не прикоснуться яркие сочные цвета очень очень красиво все получается я довольна результатом и знаете сейчас вышиваю в этом месяце только эту работу и могу сказать что после того как я сняла свои планы на 2020 год у меня пришло такое ощущение спокойства и уравновешенности раньше когда у меня не было планов и я смотрела видео девочек когда они показывали свои наборчики свои планы новые старты мне всегда хотелось тоже что-то подобное начать открыть ну если это набор очень нравился или сюжет меня сразу загоралось что тоже нужно мне что-то новенькое обязательно начать а вот в этом году сняв планы я как-то успокоилась я для себя определилась ограничила для себя объем работы дала себе небольшой какой-то выбор воздух у меня есть коробка из которой я могу брать какие-то наборы когда мне уж сильно припечет что-то новенькое и вот эти планы они дали мне какое-то спокойствие и уверенность и у меня больше не возникает таких знаете порывов что-то начать что-то отложить и новое начать мне хочется работать на результат и вышивать мою замечательную вышивку моих котиков так радуюсь каждому маленькому продвижению мне приятно что я иду примерно по графику ну плюс-минус да вот не удалось мне здесь вышить вот этот участок кстати здесь у меня будет воробушек здесь как не 2 воробушка вот один а вот второй будет вышиваться воробушек и еще одно яблочко ну а также третий лист схемы на третьем листе схемы располагается голова кота практически и вот эта большая белая колонна но она вышивается легко здесь очень много белого и по моему два бленда здесь или три-четыре цвета используются но вышиваются большими такими участками легкий участок ну а яблонька с сочными яблочками такая вот зелененькая пышная яблонька она будет уже на четвертом листе на четвертом фрагменте этот фрагмент я буду вышивать уже наверное феврале но я так себе предполагаю как получится вы знаете что неоднократно уже повторяла что до 20 февраля эту работу я хочу завершить поэтому стараюсь вот нет у меня здесь пока головы кота возможно мы вместе повышиваем я сниму еще какой-нибудь тэп либо видео а по запросу девочек у меня просили показать как я вышиваю крестики по крестики постараюсь ответить еще на какие-то вопросы что еще по этой работе ну все нравится все замечательно процесс идет покажу вам сейчас немножечко схему вот так выглядит схема она не помещается полностью мне в камеру здесь у меня такой на этой камере небольшой объектив нет широкого объектива я имею ввиду и у меня по схеме вышита ну вот по эту границу и вот этот участок чуть-чуть не дошит то есть практически схема у меня больше чем половина вышита я думаю еще недельку и я этот лист завершу поэтому я думаю плюс-минус я иду по плану вот такие у новости я думаю будет еще одно включение я хочу все таки завершить хотя бы этот участок и тогда уже выложу это видео покажу вам как продвигаются мои здесь продвигается работа поэтому увидимся с вами в следующем включении сейчас у меня воскресенье уже поздний вечер и я все-таки решила сделать это включение завершить мое видео я до вышивала наконец-то моего воробушка вышивалась мне еще одно яблочко до нужно еще вышить здесь зелень листочки и дальше я буду наверное перемещаться уже вниз вышивать наконец-то голову кота вот и на этом этапе я хочу завершить это видео моё по отшивы по продвижению этой работы я очень рада что мне удалось вышить все таки этого воробушка на этой неделе эти яблочки очень красивое такое яркое пятно сочное которое теперь будет меня радовать и подбадривать в отшиве дальнейшего целого большого участка буду склеивать схему все готовить и конечно приступать уже к новому этапу она там не все единственное я хочу поделиться с вами еще одним секретом как можно вышивать два раза быстрее в конце видео будет еще вставка вы увидите мой секрет как я быстро вышиваемые работы но там у меня все желаю всем хорошего настроения конечно же до новых встреч и пока пока секрет как нужно вышивать два раза быстрее нужно привлекать в помощь мужа и для ваших детей вот я вышиваю в дневную смену а муж потом уже вышивает ночную смену сразу тебе я помогаю Юлию а что помогаешь я вышиваю нравится нравится плохо плохо ну надо стараться ну надо стараться сколько вышиваю уже я дольше я дольше нащивать нитки и иголки Ну, считаешь? Вот Масленца Смотри, ошибок не наделай А то потом распарываю тебе Окей Ну, придавай всем привет Всем привет, передавай Всем привет И пока Bye-bye Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok